Первая декада сентября сложилась очень сложная, ввиду того, что ветер, сухая погода на территории Белокалитинской, Тарасовской, других районов произошли лесные пожары. К счастью, удалось в Белокалитинском районе потушить на площади 21,7 гектар, но далее не допустили, чтобы лесной пожар превысил 25 гектар, но все закончилось хорошо. Есть ли какие-то способы превратить такие пожары серьезные и какие-то советы просто обычным людям, которые... Один совет можно дать людям, это соблюдать ограничения пребывания граждан в лесах, это в первую очередь, и не быть равнодушным, и в случае, если обнаружили лесной пожар или ландшафт, сообщать в службу 112 или на единую службу.